Впервые в многокилометровый поход Казанской иконе Божьей Матери люди отправились в 99-м году. Тогда паломников было всего около 50. Организаторы и предположить не могли, что со временем крестный ход в Коробейниково станет настоящим событием для многих. Когда выходит крестный ход из Барнаула, нас идет примерно 600-700 человек. В Олейске присоединяется очень много паломников к нам, и в Коробейниково уже приходит больше тысячи человек. В колонии верующих присоединяются жители Томска, Новосибирска, Кемерово и Москвы. О победном шествии ради спасения души узнали и теперь тоже в строю представители Казахстана, Израиля, Америки и Германии. Вместе в пути люди разных профессий и достатка, физических возможностей и возраста проводят целую неделю под палящим солнцем или проливным дождем. Ночуя в палатках или сельских школах, но всю дорогу с молитвой и верой. На личном опыте могу сказать, пока идешь, ты не думаешь о том, что у тебя там больные ноги, что они стерлись. Стоит только присесть где-то на привале, отдохнуть, начать какие-то праздные пустые разговоры, и уже потом вставать настолько тяжело, что просто сил никаких нету и все мозоли обостряются. Корреспондент комсомольской правды Барнаула Марина Кочнева ежегодно участвует в крестном ходе. Хотя изначально встала в строй в 2011 году исключительно ради хорошей статьи. Вначале чувствуешь какую-то неловкость, потому что вот идут люди, они поют одну и ту же молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. А потом вдруг что-то щелкает, что-то происходит, ты вот в эту православную реку вливаешься. На всем протяжении пути колонну верующих будут сопровождать сотрудники полиции. Мешать автомобилям люди практически не будут. Но даже если придется постоять в пробке, говорят, это тоже своего рода участие в крестном ходе. 24 июня в Покровском соборе Барнаула в 7 утра начнется торжественная литургия, и паломники отправятся в Коробейниково. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.